Очень многие в мире называют себя духовными отцами, не являясь таковыми. То есть человек заходит за пределы, за пределы, которые поставлены Богом. Не читает слова, не опирается на то, что оставлено, что завещано нам. Называет себя отцом церкви. Какие отцы церкви? У меня один Отец, и Он на небе, Господь Бог, Творец Вселенной, Создатель, Всемогущий Бог. И они могут действовать по своей воле, по-человеческой, в частности, называя себя отцами. Это человеческая воля. Божьей воли нет на то, чтобы называть себя отцами. Нет, но называют. Называют себя и отцами церкви, называют себя и духовными отцами. Спросите, а как нужно? Конечно, Господь вчера мне ответил, сегодня я записываю, записываю это откровение и буду опираться на Слово Божие. И если кто-то хочет опровергнуть это, вы конструктивно, через Слово Божие напишите мне, что я не права. Но только опираясь на Слово Божие. Мне не нужны человеческие аргументы, человеческие комментарии. Все, что от человека, все не туда. Опять же, читая Писание. И да поможет вам Бог быть искренними и написать, если вы не согласны. Отец у нас один. Один первосвященник, один пастырь, Иисус Христос. И один посредник между нами и между Богом Отцом, Иисус Христос. В Библии нет противоречий. И я сейчас зачитаю вам два места из Писания, из Библии. И да поможет мне Господь объяснить это. Господь все расставляет на свои места. И всех расставляет по своим местам. Итак, Евангелие от Матфея, 23 глава, с 8 стиха. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель, Иисус Христос. Все же вы братья. Давайте остановимся сразу. 8 стих я прочитала. Ну как же так, Наташа? Как мне называть вас учителями, если вы Учитель? Я Учитель по профессии. Что касается нашего духовного роста, что касается нашего бытия, не в этом мире. Мы не от этого мира. Мы совершенно в другом мире живем. Уже сейчас здесь на земле. Я не Учитель, Учитель Христос. И Он во мне. Понимаете, когда человек сораспался со Христом, он входит в своих детей, и уже не я творю, а Христос, живущий во мне. Он Учитель, а не я Учитель. Я Учитель по профессии. Но чтобы спасать души, души людские, на это есть Учитель Христос, который живет во мне. И когда Он мне говорит, что делать, что сказать, кому подойти, какие действия произвести, вот только тогда я могу делать. По Его воле, а не по собственной воле. А как предметник, как Учитель, да, у меня профессия Учитель. Идем дальше. Девятый стих. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. Вы еще скажете, ну как же так, ну у меня же есть Отец. У меня мама и папа есть. Да, есть опять же в этом мире, у нас есть по плоти и мама, и папа. Но когда они уходят из этого мира, покидают его, Отец во всех отношениях, Отец Небесный, Господь наш во всех отношениях, встает на это место. И у ребенка без отца всегда есть Отец. Всегда есть Отец. Опять же воспринимайте это в духе. В духе, не в материальном мире. В материальном мире, да, папа и мама, которые нас зачали, и мы появились на свет по воле Отца Небесного. И не было бы Его воли, мы бы не появились на свет. Нас бы не было. Поэтому у нас один Отец. Еще раз. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. То есть мы с вами здесь уже на земле живя, чтим Отца Небесного, Отца Небесного. И тогда по Его воле Он научит нас, как уважать и как относиться, исполняя пятую заповедь. Отца и мать здесь на земле. Не надо путать мирское и духовное. Десятый стих. И не называйте наставниками, ибо один у вас наставник, Христос. Ну, это то же самое, что об учителях я вам сказала. Дальше. Больше из вас, одиннадцатый стих, больше из вас добудет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. То есть речь идет именно о том, что нас захлестывает гордость. Мы пытаемся всех научить. Мы пытаемся стать отцами для своих детей в мире, не будучи отцами, не исполняя заповедь. Если ты отец в семье, так ты будь главой семьи, и не называй тогда себя отцом, если ты не в состоянии все это сделать. Один у нас отец, который на небесах. То есть здесь очень глубоко и нужно поразмыслить над этим текстом. И вот после этого текста мы переходим с вами в первое послание Коринфянам, когда мне говорят и зачитывают, что отцы церкви у нас должны быть отцы церкви, опираясь на 1 Коринфянам 4 главу, где Дух Святой через апостола Павла записал следующее. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». И вот опираясь на этот текст, что немного у вас отцов, когда мне сказали и я прочитала, я в духе сразу же получила ответ. Иисус мне говорит, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. То есть речь идет о том, что не доросли, не доросли до того состояния, чтобы наставлять. То есть без Христа, без царя в голове являются наставниками, а отцов вообще нет. Ну, здесь написано, но немного отцов, значит, кто-то есть, кто-то все-таки в духовном смысле дорос. Вы только вдумайтесь. Если вас не гонят, если вы считаете себя сильными, крепкими, вас не злословят, вас не попирают, вы не являетесь ссором, вы такие все чинные, мирные, благородные. Может быть, вы не Христовы? Еще раз прочитаю. А мы безумны Христа ради. Безумны, понимаете, еродивыми называют, безумны. А зачем мне нужен этот мирской бесовский ум? Я безумна для этого мира. Я действительно безумна. Потому что у меня нет ничего с ним общего. Я хожу просто, понимаете, тело пока живо мое здесь в мире. Я хожу и отдаю кесарю кесарева. Хожу на работу, выполняю верно. Верой и правдой служу. Служащие я, учитель я. Хожу, тружусь. Мне за это дают зарплату, пенсию я получаю, 14 тысяч. И плоть нужно питать. Вот мне уже, родившейся по духу, мне очень важно есть духовную пищу, помимо плотской. Но плотскую пищу не купишь, даром ее не дают. Господь дает свою пищу даром. А в мире нам нужно зарабатывать. Поэтому мы безумны ради Христа, а вы мудры во Христе. То есть он обличает их. Павел в Каринской церкви. Мы немощны, а вы крепки. Вы тут в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод, и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира, как прах, всеми попираем и до ныне. И вот дальше. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Я прочитала с 1 по 16 стих. Не доросли до отцов. Считают себя, понимаете, наставниками, наставляют. А в чем? То есть это обличение. Не доросли. Чтобы называться отцами. Не доросли. То есть получается, что мы должны дорасти до состояния отцовства, чтобы можно было прижать к себе в мире человека, как отец. Как отец. Но не называйте себя отцами. Не называйте. Написано в Евангелии 23 главы. Не называйте себя. Один у вас отец на небесах. Поступайте так, чтобы Господь через человека являл свою славу и свою милость. Олицетворяйте Духа Святого своими поступками. То, как вы живете, ваше бытие покажет. На самом ли деле вы доросли до отцовства? Или вы, извините, не гордитесь и не возвышаетесь. И не возвышаетесь. И покаетесь, пока не поздно. Как называть, вы спросите? Братья и сестры мы во Христе Иисусе. И есть старшие братья, и есть младшие братья, есть средние братья, и сестры точно так же. Я счастлива, что у меня есть настоящие братья. Понимаете? Не отцы церкви, а братья. Братья. Иисус Христос мне, Господь, наставник, учитель, и брат, и друг, потому что Он оставил эти слова. Вы друзья мои. Вы мои друзья. И друг. И один у меня Отец на небесах. Господь Бог, Творец Вселенной, всемогущий, всевидящий, всесильный, любящий Бог. Я благодарю Господа за то, что Он мне сегодня сказал это сделать, и я сделала. И я сделала, я поделилась. Еще раз, и еще раз. Один у нас Отец. Один у нас первосвященник. Один у нас пастырь. Один у нас учитель. Господь Иисус Христос. Аминь.